Добрый день! Сегодня мы поговорим о новой форме работы предприятия, которая называется государственно-частное партнерство. И у нас в гостях вице-президент Российской Федерации Парусного Спорта Сергей Щербаков. Добрый день! Здравствуйте, Евгений! Специалистов по новой форме работы таких предприятий, государственно-частное партнерство, их не так много. Я знаю, вы в последнее время прошли такую учебу. В чем она заключалась? Да, вот только что, собственно говоря, вернулся из Москвы при МГИМО. Центр государственно-частного партнерства есть и проводилось обучение повышения квалификации как раз по созданию объектов социальной инфраструктуры на механизме ГЧП, то есть государственно-частного партнерства. 72 часа было повышение квалификации, читали лекции, проводили практические занятия. Ну, фактически специалисты из Франции, из Канады. То есть там, где уже развиты. Да, да, зарубежные специалисты. Плюс наши, потому что у нас, особенно вот на западной части России, государственно-частное партнерство, оно уже около 10 лет примерно идет разговор и уже есть реальные проекты. И, собственно говоря, за Уралом тоже такая работа проводится. И уже 56 регионов России приняли свои региональные законы о государственно-частном партнерстве, в том числе Омской области. Ну вот на этой учебе из разных регионов были люди? Да, было 26 человек, начиная с Бурятии, это самый восточный был регион, и заканчивая с Санкт-Петербургом. Это Северный Кавказ, там сейчас тоже активно идет подготовка к этой деятельности. И интерес был очень большой. И, в общем-то, очень плодотворно работали, получили сертификаты, но самое главное – получили знания. Все новое – это хорошо забытое старое. То есть на рубеже 20 века, да, были концессии. И не только 20-го. Это у нас в России, причем уже в Советском Союзе, вот при возникновении, после возникновения НЭПа, да, была использована форма концессионных соглашений. Но еще в старой доброй Англии, еще в средние века на частные пожертвования строили охранные рвы вокруг городов. А в Америке, в общем-то, родоначальником государственно-частного партнерства является Великобритания. Активно она стала развиваться и в Соединенных Штатах Америки, и в Австралии. Еще в 1792 году была создана первая частная фирма по строительству платных дорог в Америке. К этому уже подошли и Франция, и Германия. То есть вот Западная Европа, она использует государственно-частное партнерство очень активно. Потому что эта форма, с одной стороны, позволяет именно соблюдать интересы людей, а с другой стороны, привлекать частный капитал при недостатках бюджетного финансирования. В общем-то, это одна из главных причин, когда нельзя все и сразу сделать из бюджета. То привлекается частное средство, а государство, но это остается в государственной собственности. Хотя форм очень много. Государственно-частное партнерство, начиная от приватизации, это уже частное хозяйство, и заканчивая... То есть спектр широкий такой. Да, да, да. Вот во всем этом интервале, от государственной собственности и до приватизации, до частной собственности, идет взаимодействие, не только взаимодействие. Вот что здесь важно, почему названо государственно-частное партнерство. Есть форма взаимодействия, есть форма сотрудничества. Так вот, партнерство – это наиболее развитая форма сотрудничества, взаимовыгодного и взаимоподдержки. То есть именно ГЧП – это основано на партнерстве частного капитала и публичного партнера, то есть государства. Ну вот за столько времени, то есть начиная, вы привели пример из глубокой истории, до сегодняшних дней. Сам механизм, он не изменился? То есть это по-прежнему форма партнерства, которая была заложена еще в те времена? Нет, ну почему? Меняются и государственные формы, меняются и механизмы. Но основное – это, я говорю, привлечение частного инвестора и потом, допустим, или в рассрочку возвращения ему его вложений, или предоставление налоговых льгот. Это тоже фактически возвращение вложений. Потому что у нас… Предоставление гарантий каких-то. Да, естественно, и государственные гарантии там, потому что риски. Но тут еще что? Когда государство само ведет или госзакупку, или какое-то вот, ну, свои вложения, то здесь все риски от этих вложений несет государство. При государственно-частном партнерстве риски переходят на частного партнера, то есть он уже… Ну, а государство ему гарантирует… Ну, это в каких-то долях, наверное, там. Естественно. Поэтому здесь и, я говорю, форм много, и механизм совершенствуется. Для реализации какого-то проекта инициатором чаще всего выступает все-таки частная структура, да? Или государственная? Объявляет конкурс и делает, так сказать, ищет партнеров. Инициатором. В основном это, конечно, ГЧП принципы используются и для экономического развития, и для совершенствования социальной инфраструктуры, и для таких объектов, как транспорт, здесь очень широко используется. То есть это и наземный транспорт, и водный транспорт, и воздушный транспорт. И именно социальная инфраструктура, то есть объекты жизнеобеспечения, это объекты образования, медицины и так далее. ЖКХ, да, да, да. То есть все это. Так вот, здесь именно государство должно быть, и оно в первую очередь, это его функция, заинтересовано в соблюдении интересов граждан, людей. Поэтому именно инициатором государственно-частного партнерства... Вот в такого рода проекты. Да, государство. И, соответственно, потому что государству не хватает денег на решение социальных вопросов. Оно является инициатором. Но часто, вот сейчас, собственно говоря, на Западе, частный капитал просто не знает, куда вложить деньги. Поэтому многие именно социальные инфраструктурные проекты инициаторами их реализации выступают и частники. То есть формы здесь тоже различные. Инициаторы бывают разные. Да, да, да. Но государство, естественно, все это проводит под своим контролем. Проводит конкурс, потому что доступ к этим проектам должен быть равный. У нас на сегодня хорошо в законодательной базе отработан закон о концессионном соглашении. Это 115 федеральный закон. Ну и, кстати говоря, последнее изменение в него внесены буквально 25 апреля этого года. Но это единственная форма, которая у нас отработана. Хотя предусмотрены различные формы. То есть, допустим, строительство объекта. Концессионное соглашение предусмотрено. То есть строительство, передача в госсобственность и обслуживание. На период 20 лет, 30 лет. То есть в этом и заключается. В чем, допустим, интерес может быть частника? Он вложил в свой капитал. Потом в течение 20-30 лет он может эксплуатировать этот объект. Государство ему компенсирует его затраты. Плюс он получает оплату за услуги, которые предоставляет. Или тарифы, установленные опять регулируемые государством. То есть здесь должны быть соблюдены взаимные интересы. Сейчас у нас, я говорил, что хорошо разработано 115-й ФЗ. И принято 56 региональных законов о ГЧП. Но единого федерального закона о государственном частном партнерстве пока нет. Вот в этом году планируется его принятие. Поэтому все эти принятые законы в регионах, они пока работать не могут. Потому что не на чем основываться. Только в одной форме. Концессионное соглашение. На ваш взгляд, что препятствует развитию рынка в таких проектах ГЧП? Ну, здесь ряд факторов. У нас в России, в общем-то, пока низкая инвестиционная привлекательность. И именно за счет больших рисков. Чем риски они бывают, ну, начиная с обязательств государства. Что будет через 20 лет? Насколько частный партнер может быть уверен, что все эти 20 лет, когда он будет являться... Если проект большой, то есть требует ваших вложений. То, что происходило у нас в 90-х, там менялось, в общем-то, каждый год. Поэтому нужна стабильность. Вот будет стабильность в нашем государстве. И возрастет инвестиционная привлекательность. И будут иностранные частные партнеры, которые как раз не знают, куда вложить свои деньги. То есть... Мучаются? Это... Мучаются. Мучаются. Они и хотят... И хочется, и боязно. Понимаете? Это по-простому. Поэтому, вот, это очень интересная тема и очень своевременная. Вот, буквально для нашего города, вот, я знаю, что, ну, сейчас с инициативами, со многими выходит не только город. Но вот, чтобы перераспределить бюджет, именно перераспределение в плане федеральный бюджет, региональный бюджет, муниципальный бюджет. То есть, у нас вот существует 65%, 25% и 10%. А вот предложение поступило, оно уже на федеральном уровне обсуждается. И, в общем-то, может быть, в этом году будет сдвиг. То есть, 50, 30, 20. То есть, это вот деньги взять для бюджета. Но кроме этих источников, огромный резерв. Это как раз частный инвестор и развитие государственно-частного партнерства. На уровне муниципальном, региональном, вот то, что у нас. Это такие резервы, которые, в общем-то, не то, что скидывать со счетов нельзя, а их надо обязательно использовать. Вот вы сказали, пока еще не очень развитая законодательная база, инвестиционная привлекательность. Что еще, на ваш взгляд, сдерживать этот процесс? Может быть, не так много специалистов? То есть, не все в курсе. И направленная сейчас ведется активная работа именно и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Но в Санкт-Петербурге у нас, в общем-то, здесь впереди планеты всей. Они как раз приняли закон о государственно-частном партнерстве, который очень детально проработан. И на основе этого закона. То есть, не та форма, что построил, передал, управляй. А у них так уже построил, управляй, в конце периода управления можешь передать. И вплоть до того, что построил, управляй, а потом можно в собственности оформить. Но это уже различные формы именно ГЧП. Так вот, они на основе своего закона, который детально проработан, параллельно, ну, по аналогии, допустим, со 115-м консессионным соглашением, они сейчас строят аэропорт Пулка. Огромное вложение. Ну да. Именно не на основе консессионного соглашения, а на основе своего регионального законодательства. Сейчас именно вот по этому пути пошли и то же самое и в консессионное законодательство. Вот сейчас внесены последние изменения для автодора льготы. Потому что именно строительство дорог и строительство платных участков дорог, строительство дороги, допустим, Москва-Санкт-Петербург. Кстати говоря, вот Химкинский лес очень... Известный шаг. Да, и вот как раз он стоит на пути этой дороги платной, но там уже эти проблемы сняты, то есть решение найдено. Это тоже на основе механизма государственно-частного партнерства. И другие проекты очень много. Тут развиваются и такие вот именно социально значимые проекты, как рекреационные области, туристко-рекреационные области, вот Северный Кавказ, у нас Алтай. То есть это очень интересные вещи. И в социальной инфраструктуре наибольшее сейчас такое применение в ЖКХ. Это все возможно. Вы привели пример разработки собственного закона в Санкт-Петербурге. Любой закон дорабатывается и развивается на основе каких-то проектов. То есть это живой механизм, который по результатам каких-то уже действий или завершенных проектов все лучшее вносится в тот закон, который считается несовершенным. Я с вами абсолютно согласен. Дело в том, что вот мы уже говорили, что от приватизации до госсобственности, вот вся эта область, это как раз и есть сфера государственно-частного партнерства. То есть любой значимый крупный проект, основанный на государственно-частном партнерстве, он порождает новую форму этого партнерства. Ну или, по крайней мере, позволяет выявить какие-то несовершенства закона, и на основе этого можно его доработать. Вот в этом смысле пример Омской области. То есть закон, в принципе, принят, я так понимаю. Да, это было, собственно говоря, не то что кампания, это было указание сверху. Сделайте законы регионов. Вот 56 регионов отрапортовали. Да, у нас закон принят. Вот у нас закон на одной страничке. То есть вот вы видите, что здесь, конечно... Основные какие-то статьи уже указаны. Но здесь огромное поле деятельности для совершенствования. Но, опять же, здесь в чем тормозится и совершенствование, в том числе, этого закона. Если его использовать на его основе конституционное соглашение, не то что нет проблем, а ставится задача, она сложная, но она реализуется. А другие формы, они здесь прописаны на основе федерального законодательства. А федеральное законодательство закона ГЧП еще не приняло. Поэтому тут ведь идет... У вас с другой стороны всегда можно доработать местный закон? Можно, вот по принципу Санкт-Петербурга. Ну, вы сами понимаете, Санкт-Петербург – это Санкт-Петербург. И все, что они не сделают, все будет одобрено. Возможно. Поэтому... Ну, это к чему? То есть, возможно, вот какие-то проекты, которые будут реализованы, ведь, я так понимаю, еще ничего не реализовано по этой схеме, да? То есть, нет у нас пока... Почему? Есть в России проекты? Нет, не в России, в Омской области, я имею в виду. Ну, как же. А вот, допустим, было объявлено, во всяком случае, строительство аэропорта Омск-Федоровка. Да, он тоже планировался на механизме государственно-частного партнерства. И, в общем-то, я в Москве как раз встречался с консалтинговыми фирмами и с разработчиками вот этого проекта. Но, в общем-то, потом он был отдан просто-напросто НПО «Мостовик». И НПО «Мостовик» на основе государственных субсидий, как госзаказ, он его... То есть, фактически ГЧП здесь... Ну, вот я и хотел сказать, что там как бы механизм не удалось реализовать в полной мере. Ну, к этому можно вернуться, и нужно обязательно, потому что вложения очень большие. А специальная значимость налицо. То есть, для региона такой аэропорт. Понятно. Но какие-то другие проекты, которые можно будет реализовать, как раз помогут доработать вот этот закон, который был... Ну, вернее, основу закона. Ну, знаете, я вам скажу, в общем-то, как сказать, наверное, вот, может как-то сначала странно прозвучать. Вот, зачем я, допустим, капитан яхты Сибири, вдруг занялся государственно-частным партнерством. Вы знаете, вот, в общем-то, как раз на изучение вопросов, теории и практики государственно-частного партнерства меня сподвигло желание реализовать проект, тоже значимый именно и для города, и для региона. Это вот реконструкция Омского губернаторского яхт-клуба на Зеленом острове и создание центроводных видов спорта на Зеленом острове, на базе именно Омского губернаторского яхт-клуба. Я и занялся изучением этой проблемы, потому что вот на реконструкцию яхт-клуба еще в 2006 году был разработан проект, и он оценивался в 25 миллионов рублей. В принципе, это немного, но вот то бюджетное финансирование, которое ежегодно выделяется на функционирование яхт-клуба, оно абсолютно не позволяет реализовать вот этот проект. В полном объеме? Конечно. Выход вот я как раз и нашел в том, чтобы в привлечении частного инвестора. Надо и создавать центр водных видов спорта, у меня вот сейчас у нас занимается более 150 ребятишек в яхт-клубе, и, конечно, чтобы полноценно можно было развивать парусный спорт и другие водные виды спорта, конечно, нужна реконструкция. Нам разработали эскизный проект этого водного центра. Он не только предназначен для развития и спортивного совершенствования водных видов спорта, но и как водное направление туристско-рекреационного кластера. То есть тут очень интересно. Еще одно направление. Да, да, именно туристское направление, поскольку вот сейчас вот у нас принята программа с 2011 по 2018 год, это федеральная целевая программа по развитию въездного и внутреннего туризма. Большие очень инвестиции и субсидии от государства. И, в общем-то, там где-то до 30% от этого проекта федеральный бюджет вносит как собственные инвестиции. Поэтому вот именно цель-то как раз и с использованием механизма государственно-частного партнерства войти в федеральную целевую программу. И вот этот проект на Зеленом острове сейчас где-то оценивается в миллиард рублей примерно. Но это реально при как раз использовании механизма государственно-частного партнерства. Вот этим направлением я занялся вплотную. Ну и сейчас, в общем-то, получил одобрение вот этой идеи. Я предложение свои как раз вот направил и в Министерство спорта, и губернатору. Губернатор одобрил вот этот проект. И сейчас мы работаем над созданием именно инвестиционного проекта и над созданием проекта на основе государственно-частного партнерства. Реконструкция в этом случае коснется не только самого здания. То есть реконструкция подразумевает создание отдельной экватории. Акватория она есть, но у нас есть... Инфраструктуры для этого всего. Да, да, да. Обязательно. И на берегу, и на воде. То есть там должны быть не только опоросные там и... Да, конечно. Там грибной канал, который международного класса будет создаваться. Да, потому что у нас есть успехи. И вот как раз гребли у нас являются профилирующим видом спорта. То есть вот на Китайской Олимпиаде у нас были заняты очень хорошие места. Пятое, восьмое. Вот. И, собственно говоря, вот сейчас на Лондонскую Олимпиаду опять поедут наши грибцы. Вот. Наши спортсмены, яхтсмены, они имеют более скрупные результаты. Но мы используем одну базу, собственно говоря. Сюда же подключаются и спортсмены водномоторного направления. Потому что ДСАФ сейчас тоже находится в очень тяжелом положении. И, в общем-то, все водные виды спорта фактически вот на Зеленом острове собираются у нас зачастую вместе. И водный туризм тоже вот у нас развивается. Поэтому именно для всех водных направлений мы хотим создать условия единой базы, единой инфраструктуры. Прорабатывая инвестиционную часть вот этого проекта, вы планируете привлекать омских предпринимателей? Да? Или вот это может быть проект международный? То есть какие-то иностранные инвесторы могут в этом участвовать? Ну, у нас вот этот проект я как раз показывал и рассказывал про него миллиард. Да, это немаленькая сумма. Ну, я вам скажу, на Западе там оперируют, как бы сказать, более-менее интересные суммы для разработки проектов. Это 3-5 миллиардов. Вот они начинают. То есть у нас маленькая? Ну, но с миллиарда. Начинают с миллиарда. То есть мы как вот в нижнюю планку вот там вошли. Поэтому проект сейчас, он, в общем-то, я его раздал, разослал нескольким консалтинговым фирмам. Потому что разработку проекта, конечно, тут должны вести крупного проекта. Именно тут нужен и финансовый консалтинг, и технический консалтинг. Вот. Ну, и юридический, конечно. Вот эти вот три направления, которые стоят, в общем-то, очень даже недешево. Для понимания бизнеса, это, например, платные дороги, понятно, то есть аэропорт, понятно. А водные виды спорта, это, скорее всего, туристический кластер будет интересен для бизнеса, как, ну, какая-то отдача. Здесь за счет развития наземной и водной инфраструктуры сопутствующей. Потому что, допустим, это и стоянки судов. То есть это марина, где стоят не только парусные яхты, могут стоять моторные яхты. И, в общем-то, эта стоянка, она по стоимости превосходит, чем автомобильная стоянка для каждого. То есть если автомобиль можно поставить за одну цену, ну, маленькие автомобили или большой автомобиль для них отведено, там, 3 на 6 метра, они стоят. Ну, то есть какая-то бизнес-составляющая там обязательно есть. Плюс к этому именно обслуживание на земле. Вот. Какие-то ремонтные работы, сервисные. Вот. Стоянки автомобильные, кафе, рестораны, гостиницы. И все это вот как раз это плотно привлекает именно к туристической инфраструктуре. И здесь же еще вот этот проект наш, он предусматривает строительство причала со стороны реки Иртыш. И плюс разработка туристических маршрутов по воде. Это вот туристическое, туристское направление. Вот. Поэтому это интересно. И вот и привлекательность проекта это повышает. Ну, я надеюсь, я уверен, что это возможно. И привлечение причем не только коммерческих банков, инвесторов, он ведь тоже, то есть, а банк дает, опять же, и не только банк, а есть финансовые институты, которые могут, допустим, пенсионные фонды или управляющие компании пенсионных фондов, негосударственных. Вот это очень интересная тема. И там, соответственно, совсем другие проценты, под которые может быть получен заем. Вот. А для них главная стабильность. Ну, да. Для них, чтобы они в этом проекте участвовали, нужна гарантия государства. Это кропотливая большая работа. И, естественно, тут все именно правительство Омской области, экономический комитет, это только оттуда. Вот. И вот именно туда мы и обращаемся, чтобы прошла вот эта разработка этого проекта. Предстоит такая кропотливая долгая работа по сшиванию всех вот этих вот отдельных кусочков, да, в единый проект. То есть, государство, то есть, финансовый институт, инвестор. Мы вот как бы планируем разделить на два. То есть, фактически надо все-таки закончить, провести реконструкцию самого здания яхт-клуба. Это то, что, вот я говорил, 25 миллионов сейчас уже меньше. Вот. Ну, учитывая подъем цен, но и то, что мы уже много сделали. Вот. Вот. Здесь, я думаю, мы именно попробуем по механизму государственно-частного партнерства этот проект проработать. И здесь мы обойдемся именно местными, омскими инвестициями. Параллельная, конечно, разработка инвестиционного проекта, она будет вестись. И будет он прорабатываться, доводиться до реализации. А за это время мы закончим реконструкцию самого здания яхт-клуба. И сможем уже приступить вот к этому на нашем уровне, к глобальному такому проекту. Ну, то есть, надо закончить сначала ядро, вокруг которого уже было. Ну, параллельно надо прорабатывать теоретическую часть. Потому что ее тоже это уходит, и не год даже. Вот. Да, это очень важно. Спасибо за интересную беседу. Спасибо вам. А я напоминаю, что мы говорили о новой форме работы предприятий, государственно-частное партнерство. И у нас в гостях был вице-президент Всероссийской Федерации парусного спорта Сергей Щербаков. Программу вел Евгений Ганштейн. Всего доброго.